друзья всем привет меня зовут маша тофия я нутрициолог похудела на 58 килограмм и мне 43 года сейчас мой вес 57 килограмм 300 грамм рост 167 сантиметров я наконец-то питаюсь интуитивно ем досыта не считаю калорий и не взвешиваю блюда достигнуть этого мне помогла моя авторская методика она называется кита light маши тофье и сейчас я набираю группу которая стартует 21 октября и закончит похудение 21 декабря то есть восемь недель похудения к новому году на кита light маши тофье всех приглашаю кто хочет кто ждал кто заинтересован в этой системе принять участие ссылочки будут под видео а сейчас в программе принимает участие врач залетова татьяна сергеевна кандидат медицинских наук доктор кардиолог диетолог мой преподаватель в ргсу у которой я училась как нутрициолог сейчас я вам покажу что мы будем есть в этой программе заодно вы можете опробовать эти рецепты и поверьте мне на них вы будете отлично худеть я пришлю вам рационы я все вам объясню я научу вас все это готовить и в общем эта программа может полностью изменить вашу жизнь ваш подход к питанию и похудению приступаем на завтрак приготовим аппетитные чебуреки с мясной начинкой конечно чаще я готовлю простую яичницу с беконом и сыром но в субботу хочется приготовить что-нибудь особенное поэтому я взялась за чебуреки хрустящее сырное тесто и очень сочная говяжья начинка внутри с луком и специями они понравились всем и особенно мужу завтраком он остался доволен на обед у меня будет легкий перекус это творог с ягодами с кокосовыми сливками кокосовой стружкой и с замом отличный получается десерт ну а ужин у нас будет праздничный запеченная грудинка с салатом хороват из запеченных и свежих овощей вам обязательно понравится и ваши близкие оценят такую диету поверьте мне им тоже захочется немножечко похудеть за компанию с вами для фарша я взяла жирный говядин так называемый говяжий бекон и половинку луковицы либо возьмите маленькую луковицу отправляю все в мясорубку фарш готов я его подсаливаю и добавляю еще вот такую вот приправу для мяса а здесь и мускатный орех уже и паприка и сушеный чеснок вот если что вот сами соберите мускатный орех паприка чесночок вообще то что вам нравится я взяла царелы для пиццы и потерла ее добавляю немножечко разрыхлителя где-то 3 чайной ложечки добавляю сюда столовую ложку без горочки псиллиума это шелуха подорожника у меня вот такой добавляю сюда 100 грамм миндальной муки просеиваю ее и 20 грамм жирной сметаны жирность 20-30 процентов это одна столовая ложка все тщательно перемешиваю перемешанную массу я отправляю в микроволновку буду прогревать ее сериями по 20-30 секунд и перемешивать 20-30 секунд погрела перемешала и так где-то 2-3 раза я прогрела хорошо тесто вымешиваю его вы знаете я вспомнила что не посолила и пока прогревала я его посолила даю немножко остыть вымешиваю и сразу же начинаю с ним работать потому что потому у нас сыр и не надо давать ему застывать делю на четыре части и раскатываю я использую тефлоновый коврик он мне поможет падаю фарш помощью коврика заворачиваю чебуречек прижимаю краешки обрезаю край с помощью вот такого вот фигурного ножа второй чебуречек если в процессе тесто остыло подогрейте его еще раз 10 секунд именно так я сейчас сделаю чтобы раскатать последние два чебуречка последний чебуречек друзья знаете что вам хочу показать если вдруг у вас нет такого ножа как у меня ну или вы не знаете как еще можно поинтереснее заклеить чебурек и смотрите что можно с ними сделать ну можно так завинтить краешки у меня бабушка прям мастерски завинчивала краешки вот можем мы просто с вами обрезать край ножом да так вот аккуратненько можно взять тарелочку чтобы круг был ровный тарелочки обрезать и вилочкой вот так вот краешки прижать и у нас будет красивый краешек масло даем очень хорошо нагреться выкладываем друзья вы знаете что вам посоветую а во первых выпекайте их по мере лепки то есть слепили две штучки и сразу на сковородку а во вторых вот здесь вот отступайте от краешка и прищепите его тоже потому что вот здесь получается такое тонкое место склонная к тому чтобы трескаться ну а нам это это не надо все готово после выпекания обязательно дайте им остыть потому что тесто сырное оно должно стабилизироваться вот такие они у нас интересненькие получаются да немножечко конечно надо приноровиться и конечно они будут отличаться от обычных чебуречков но зато мы на них будем худеть я сделала такой соус из сметаны с зеленью отлично сюда подходит и на гарнир у меня редиска квашеная капуста и огурцы буду есть прикуску ну что давайте попробуем давайте уже разломаем вот так вот он выглядит наш чебуречек внутри они у меня все еще горячие пахнут очень вкусно очень очень ароматно давайте пробовать начинка у нас классическая мне очень нравится хрустящее сырное тесто мясная начинка то что надо и они очень сытные моя порция 2 чебуречка и я потом сытая до обеда легкий обед и после такого плотного завтрака хочется чего-нибудь легкого на обед тем более что ужин у меня будет тоже плотный я взяла творог 9 процентов я добавляю к нему кокосовые сливки можно взять простые сливки или сметану я добавляю сюда стелью я использую либо стелью либо эритрит в качестве подсластителя я добавлю кокосовые стружки можно добавить допустим орешки семечки что вам нравится и ягодки у меня голубика разрешена малина черника смородина крыжовник в общем углепиха одну список есть я в основном как-то вот был голубики пристрастилась украшу малинкой сходила в свой сад мой малинкой прошу прощения украшу мятой и смотрите что я там обнаружила розочку смотрите как красиво друзья эта розочка называется и яблоневый цвет угадайте почему она еще даже пахнет представляете уже конец нет начало октября у меня еще розочки цветут вот такие вот красивые блюда сейчас все это буду есть я взяла фермерскую грудинку с ребрышками 270 рублей за килограмм я ее приправы посыпала для мяса заворачиваю фольгу но не сильно вот так вот примерно чтобы она у меня оставалась открытой и и пекла как бы и зарумянивалась вот я ее положу в центр подноса посмотрите сюда я уложила уже овощи чтобы сделать гарнирный салат салат хороват на гриле в общем значит овощи у меня здесь 4 кабачка 3 баклажана и 7 штук сладких перцев я не солила их не маслом ничем не масло они меня просто будут печься все середину я уложила мясо и отправляю в духовку 180 градусов буду до готовности пора снять часть овощей прошло у нас 45 минут вот я снимаю баклажаны и перец они уже готовы если шкурка пригорела ничего страшного потому что мы ее будем снимать в наш салатик шкурки не пойдут овощи очищаю от кожицы и нарезаем режу кабачок запеченным овощам я добавлю свежие помидор кинзу и укроп зубчик чеснока лук у меня порей можно взять обычный репчатый где-то половинку маленькой луковицы и вот такой вот горький перец отправляем овощи салатик делаем заправку я возьму немного черного перца я возьму немного каенского молотого перца можно взять сладкую паприку я добавлю одну чайную ложечку яблочного уксуса у меня 9 процентный можно взять 6 процентный я добавлю 2 столовые ложки оливкового масла нерафинированного первого отжима и и последний штрих это вот мой перец острый я его просто разрезала брошу перья все перемешаю и достану его иначе будет очень острый я просто не смогу есть друзья чуть не забыла самое главное соль у меня розовая гималайская соль я солю так наша грудинка тоже готова у меня потрясающий аромат и друзья у меня пахнет овощами таким летом таким чесночком зеленью печеными помидорами и перцем и грудинкой конечно она у нас очень хорошо пропеклась давайте мы порежем посмотрите какая она у нас красивая сочная нежная итак сервирую мясо для подачи чтобы было красиво они очень хорошо сочетаются запеченные овощи этот остренький салат и запеченная грудинка осыпаю зеленью посмотрите какая красота у нас получилась вот моя порция я уже попробовала все очень вкусно грудинка получилась нежная ароматная салат отличный калорий я сейчас не считаем не взвешиваю но считаю только углеводы и те примерно вес мой сейчас стабильный 57 килограмм ем до сытости но так как это еда очень сытная то есть долго не хочется в в этом конечно и большой плюс